А не сбегать ли мне в Эквадор? Подумал я, путешествуя по Колумбии. Находясь возле самой границы, было бы глупо не посетить эту страну. Огорчает только то, что времени на путешествие по Эквадору у меня было совсем мало. Всего неделя. И вот за эту неделю я должен посетить как можно больше мест. И набрать как можно больше видеоматериала. Что же такое Эквадор? В переводе с испанского означает Экватор. А страна названа так, потому что через нее проходит линия Эквадора. Вот эту линию я и должен был посетить в первую очередь. Эквадор была моя 30-я по списку страна. А еще здесь мне стукнуло ровно 30 лет. Вот я и должен был провести свой день рождения в таком знаковом месте. На Эквадоре физика работает по-особому. Различные физические явления демонстрируются в туристическом комплексе. Эксперимент с водой, которая крутится либо по, либо против часовой стрелки, в зависимости от полушария земли. А также на самой линии Эквадора куриное яйцо можно поставить прямо на шляпку гвоздя. Эксперимент с водой, которая крутится. В суете и спешке я приехал в городок Алауси, который знаменит у туристов тем, что в нем начинается самый интересный участок железной дороги Эквадора, проходящий через знаменитую скалу Нос Дьявола. Цены на жилье в Алауси высокие, и я решил переночевать в своей палатке. Утром я обнаружил интересного соседа рядом с собой. Это был паук. Ядовитый он или нет, я не знал, и поэтому отнесся к нему с уважением. Паутина очень прочная, так просто ее еще и не порвешь. Аккуратно убрал ее с палатки и отправился в сторону ЖД станции, узнать стоимость проезда и расписание поезда. Спасибо. Спасибо. Итак, я нахожусь в городке Алауси. И пытался пробраться на поезд, который идет на Нос Дьявола. Ну, разумеется, купить билет, как белый мистер. Но стоимость билета оказалась 33 доллара. Это, то есть, совсем не подходит под мой бюджет. И это за 12 километров, которые вот по этой дорожке проехать туда и обратно, я посчитал, что это очень дорого. И решил, недолго думая, взять да пройтись пешком, сделать себе такой горный трекинг. А там может какую-нибудь машинку застопить и дальше поехать. Учитывая еще то, что вот под такому туману идти, и что ты там увидишь? Ну, прокатишься. Тем более в кабине. Раньше там можно было сверху. Весь прикол в том составлял, что туристы ехали на крыше этого поезда и все могли рассматривать. А сейчас нельзя. И только в кабине. Получается 33 бакса за поездку. Да еще в тумане, когда ничего не видно. Нет уж. Эх, жаль, не видно здесь горы. Все в тумане, правда, вот. Так бы посмотреть, вам показать. Буэностордес. 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 Туман потихоньку рассеивается, и можно увидеть уже некоторые пейзажи. По дороге нашел телефон сотовый. Кто-то обронил. А вот и первый мостик через горную речку. Места красивые, живописные. Жаль, только нет снежников на вершинах гор. С ними было бы вообще зашибись. Туман над макушками гор придает им особое очарование. Если снежные горы хорошо смотрятся на фоне синего неба, то подобные зеленые горы особенно прекрасны в туманную погоду. Железная дорога Эквадора функционирует только для туристов. Поэтому и такие заоблачные цены на проезд. Грузового сообщения нет. Проехать из Кита в Алауси и дальше напрямую нельзя. Так мне объяснили на станции. Данный участок дороги, Алауси-Сибамбы, всего каких-то 9 километров. С учетом разворота. Правильно, что я не поехал в вагоне. Зато увидел все эти виды и спокойно их пофотографировал. Ну вот он, знаменитый нос дьявола. Я сейчас прямо на нем нахожусь на вершине. Ну почти на вершине. Сейчас спущусь вниз и покажу. Любая железная дорога замечательна тогда, когда по ней проходит поезд. Пока я гулял по путям, за это время я встретил поезд два раза. И с учетом спуска его по серпантину вниз, мне удалось заснять его с разных ракурсов. А на станции меня встретили местные барышни в национальных костюмах. Когда приходит поезд, они танцуют для туристов, показывая небольшое представление. На станции чай, кофе, горячая еда. В целом ничего особенного. Чуть дальше есть еще смотровая площадка на нос дьявола. Поезд останавливается там и туристы делают свои фотки. Увидев меня сначала на путях, а потом на станции, некоторые туристы посчитали меня великим путешественником и захотели сфоткаться вместе со мной, а также взять контакты моих социальных сетей. Мне было приятно. Скала Нос Дьявола Скала Нос Дьявола по сути обычная гора и особую привлекательность ей придает поезд, поднимающийся по ее серпантину. Все это смотрится гораздо более эффектнее именно со стороны, со смотровой площадки. При этом Нос Дьявола это совсем не высшая точка этого района. Можно забраться на соседнюю гору по тропе и там увидеть жилые дома, а также автомобильную трассу, на которой в тумане я стоял и стопил попутку в сторону города Куэнка. Автостоп в Эквадоре хороший, даже в условиях слабой видимости. Без особого труда я поймал машину, в которой ехал Хосе Мануэль со своей семьей. По дороге во многих местах шли проливные дожди. И я был очень рад тому, что я не стою где-то там на трассе, а еду в машине. Рядом с Куэнкой есть национальный парк Кахас, про существование которого я узнал только в самой Куэнке, валяясь в хостеле. Я решил обязательно его посетить, побывать на его высотах и посмотреть красивую природу, а также встретить настоящих живых лам. А вот и ламы. Итак, это национальный парк Кахас. Я стою на сопке, высота 4200. И сейчас хочу посмотреть вот эти замечательные озера. И показать вам, разумеется. Приехал сюда на обычном автобусе из Куэнки, 2 доллара. Как залез в телефон, увидел высоту, обалдел. Пока поднимаешься в гору, дыхалка немного забивается. Ну, чувствуется уже как бы это отсутствие кислорода. Все-таки 4000 метров. И без какой-то особой акклиматизации. Ну, тем не менее, я как бы жил уже здесь на 2800. Высота 4200 для эквадорских парков немного. Горной болезни нет. Но есть одышка. Обычный пеший поход дается сложнее. Утром собирался в попыхах в своем хостеле. И совсем забыл взять в дорогу еды. А без заветных калорий этот поход по парку дался мне гораздо сложнее. Я быстро устал и начал испытывать слабость. Зря я так, конечно, с собой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующим местом моей дислокации стал вулкан Чимбараза. Пойти на который я решил тоже в самый последний момент. Учитывая то, что у меня были куплены обратные билеты из эквадора в Москву. Уже через пару дней будет вылет. За это время я должен успеть забраться куда-нибудь повыше. И ощутить весь тот горный кайф. И тогда мое путешествие по эквадору станет полным и насыщенным. Итак, это комплекс национального парка. Вот здесь я буду ночевать в палатке. Здесь есть розетка, выключатель. Все, что надо. Там туалеты. Высота сейчас, как видите, 4352. Дышится с одышкой. Буду ночевать в этом месте. Тент на палатку одел не из-за дождя, чтобы было теплее. Все равно как-то будет воздух сохраняться там. Пенки, как видите, у меня добротно нет. Вот такая тоненькая. Я покупал, потому что рассчитывал только на тропики. На такую погоду не рассчитывал. Охранник сказал, ночью бывает около нуля. Так что этой ночью я совсем не с потерю. Вещей у меня нету. Вот эта куртка, пуховка, футболка, джинсы. Как бы и все, и спальник летний. Постараюсь не замерзнуть. На крайняк побегу к охраннику. Итак, время 6 утра. Не сказать, что холодно, но довольно-таки зябко. И вон Чимбараса показала свои пики. И так и тупо дороги. Состояние такое немного сонное. Идти тяжеловато довольно. А дышка идет такая. Мысли путаются. А идти еще очень далеко. 8 километров до лагуны. Ну, может, какая машинка пойдет. За 100 плюс сейчас еще рано. Таксист едет. Интересно, возьмет меня? Нет. Как видите, уже мокрый снег. Вот и снежники. За этим, ребята, сюда и надо идти. Высота, как видите, 4,817. Еще 300 метров подъем до лагуны. Здесь прекрасно, ребята. Нет дождя, нет снега. Ну, в смысле снегопада. Снега-то полно. А вот начинается пешая тропа на лагуну. 5 тысяч метров. Навигатор говорит тоже 5,7. 5,13. Ну, примерно 5. Потрясающие виды. Высота 5,060 метров. Ну, вот она лагуна. Так-то высота 5,100 метров здесь указана. Ну, навигатор что-то глючит. Ну, примерно 5,60, 5,80. Примерно 5,100. Пусть будет так. Хочу прогуляться чуть дальше. Чуть выше. Может, 5,200, 5,300. Времени еще много. Тут уже снег кругом. Солнышко просыпается. Посмотрите, какая здесь красота. Высота почти 5,200. Итак, высота 5,315 метров. Здесь я решил закончить свой путь наверх. Потому что, да как-то, как-то неохота уже. Состояние, в принципе, нормально. Такой какой-то горной болезни нету. А дышка, да. Идти тяжело. Сердце забивается. Легкие. То есть, как бы. Ну, в принципе, мог бы еще много пройти. Но не хочу. Палок нет как-то. Наст скользкий. Тут температура плюсовая. То есть, скользко очень. Можно поскользнуться, упасть. Как-то. Ну, достаточно, я считаю. 5,300. Это уже хватит. Гуляя свыше 5000 метров, как по проспекту пешком, я совсем не предполагал, что солнце сыграет со мной злую шутку. Первое время было все нормально. Но когда я сел в самолет, мои глаза начали адски болеть и слезиться. Оказалось, что я обжег роговицу. Я был на солнце всего пару часов, но этого хватило мне, чтобы ощутить эти страдания и дискомфорт. В этих долбанных аэропортах еще не купить глазных капель. И лишь в транзитке Нью-Йорка я нашел упаковку Визина за бешеные 10 баксов. Я получил хороший урок на будущее, что на высоты свыше 4500 обязательно нужно иметь солнечные очки с ультрафиолетовым фильтром или сварочную маску. Моя неделя в Эквадоре закончилась. Быстро и сумбурно я пробежался по этой стране. Кое-что посмотрел, но многое не видел. Возможно, когда-нибудь я еще побываю здесь. А сейчас адьос амигос и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok